Военная обстановка в Сирии 22 февраля 2017 года 21 февраля отряды армейского спецназа силы Тигра при поддержке российских боевых самолетов освободили от ИГИЛовцев ключевой город Расм-Хармель-Алимам и деревню Табарет-Мади в провинции Алеппо. Правительственные силы продолжили натиск на ИГИЛ в городе Хумайма-Аль-Кабира возле Дейр-Хафера. Ранее в этом месяце силы Тигра заняли близлежащую ключевую высоту Хумайма-Аль-Кабира, что позволило им создать плацдарм для наступления в данном районе. Силы Тигра и их союзники последовательно окружают оплот ИГИЛовцев в городе Дейр-Хафер, который является целью операции правительственных сил в данной провинции в среднесрочной перспективе. Между тем протурецкие боевики и турецкая армия продолжили попытки отбития ИГИЛовцев в городе Эль-Баб. Возглавляемые Турцией силы заняли несколько точек на западе Эль-Бабы, но до прорыва обороны ИГИЛ еще далеко. 20 февраля связанная с ИГИЛ-группировка армия Халида Ибн Аль-Валида провела наступление на своих умеренных коллег из Хаят-Тахри Рашам, коалиции группировок боевиков под руководством Джабхат Фаттех Ашам, бывшей Джабхата Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды, и Ахра Рашам. В результате атак, проведенных в начале наступления, армия Халида Ибн Аль-Валида захватила населенные пункты Тель-Джаму, Тасиль, Сам-Аль-Джулан, Джалин и Адван. В боях было уничтожено свыше 20 боевиков Хаят-Тахри Рашам. Армия Халида Ибн Аль-Валида также захватила одну БМП, танки Т-55, два пикапа и некоторое количество стрелкового вооружения. 21 февраля Ахра Рашам объявили о том, что группировка отбила у армии Халида Ибн Аль-Валида населенные пункты Джаблин и Тель-Аштара. 22 февраля в данном районе продолжились бои. Прошлую ночь у ВВС Израиля нанесли бомбовый удар по позициям сирийской армии в горах Каламун в пригороде Дамаска. Подтвержденных докладов о потерях среди военнослужащих нет. Новостное отделение Хизбаллы опровергло информацию об авиаударах Израиля в горах Каламун. Субтитры создавал DimaTorzok